В Рыбницкой специализированной школе и детском саду прошла благотворительная акция. Ее провели специалисты финансового управления, налоговой системы, счетной палаты. В свою очередь дети с ограниченными возможностями демонстрировали гостям свои таланты. Подробнее в нашем следующем сюжете. Звуки вальса и грациозные движения партнеров. Несмотря на заболевания, Надежда Челян занимается хореографией. Девушка говорит, бальные танцы помогают ей обрести свой ритм. Как на паркете, так и в жизни. Я люблю выступать. Это для меня хобби. И я очень сильно люблю танцевать, додвигаться. И люблю посвящать это гостям, чтобы гости радовались и больше знали, что мы можем. Я очень сильно стеснялась сразу, но потом я привыкла и начала танцевать. И у нас сейчас фестивали. Мы ели в Террасполь, Басары, Финдеры. В специализированной школе и детском саду обучается 37 детей с особенностями здоровья. При этом у них неограниченные возможности в творчестве. Ребята танцуют, занимаются музыкой, спортом, поют и читают стихи. Все свои таланты они продемонстрировали в небольшой концертной программе. Я люблю, когда гости приходят. Мне нравится очень петь, танцевать. Бюджеты у нас социально направленные. Большое внимание уделяется у нас народному образованию, здравоохранению. Но, тем не менее, есть небольшие проблемы, которые существуют. Я думаю, что мы за этой школой закрепим шефство, именно учреждение города Рыбницы, финансовые системы. И будем каждый год приходить сюда, уделять внимание этим деткам, чтобы им все-таки чувствовалось тепло, доброта именно взрослых людей. Специалисты финансового управления, налоговой системы и счетной палаты в канун своего профессионального праздника решили порадовать детей подарками. Это коляски и другие предметы для улучшения условий пребывания воспитанников в образовательном учреждении. Татьяна Лилица, Татьяна Семенюк и Алексей Минченко. Первый Приднестровский телеканал. Работники финансовой системы Григориополя тоже не остались в стороне. На собранные средства в рамках благотворительной акции были приобретены подарки для онкобольных детей района. В преддверии очередной годовщины образования финансовой системы Приднестровской Молдавской Республики, финансисты Григориопольского района, это сотрудники налоговой инспекции, финансового управления, районного управления, статистики, счетной палаты, собрали определенное количество средств для оказания помощи онкобольным детям, которые проживают на территории нашего района.